МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастники закрытого акционерного общества Первомайской дежурят у ворот цеха по переработке молока. О том, что их предприятие банкрот, им объявили в начале апреля. У людей накопили значительные долги по зарплате – всего более 4,5 миллионов рублей. Согласно процедуре банкротства, арбитражным судом был назначен конкурсный управляющий. Но, по мнению людей, он действует не в интересах предприятия, а в интересах семьи бывшего директора Первомайки. Он прибыльные цеха, которые приносили прибыль в ЗАО, он просто распределил между членами своей семьи. Охладительный цех он передал своей жене, кондитерский цех он передал сыну, магазин он взял себе. То есть прибыль от этих цехов, реально приносящих прибыль, остается только в семье директора бывшего. На сегодняшний день фактически всем имуществом ЗАО Первомайской пользуется жена бывшего директора Людмила Вакулина. На нее оформлено крестьянско-фермерское хозяйство, с которым заключены договоры аренды. Правда, бывшие работники ЗАО, они же акционеры, ни разу не видели, чтобы за аренду молочного цеха вносилась какая-либо плата. Договор аренды мы нашли, где прописано, что 30 тысяч должна вноситься ежемесячно арендная плата за охладительный цех. Чего по документам бухгалтерии сделано не было. Ни одной копейки от аренды помещений этих в бухгалтерию, то есть в кассу ЗАО Первомайска не пришло. Помимо этого, дойное стадо, это более 500 голов, конкурсный управляющий также передал на хранение фермерское хозяйство в Акулиной. Причем условия договора весьма странные. За содержание стада, которое сейчас на летних выпасах, предприятие «Банкрот» обязано оплатить около полутора миллионов рублей ежемесячно. Причем все молоко, которое дают коровы, остается в собственности хранителя. Такой вариант не устраивает не только бывших работников, но и основного кредитора Первомайская – Россельхозбанк. Мы с этим не согласны, не согласен трудовой коллектив. Поэтому мы вышли с предложением отстранить конкурсного управляющего, в СРО его написали, и в арбитражный суд республики. Ну и также думаю, что мы будем ходатайствовать о приведении внеочередного собрания. Чтобы захоронить предприятие, у местных жителей единственный выход – это объединиться и оформить на себя производственный кооператив. В этом заинтересованы и основные кредиторы. У Черногорской городской больницы новый главврач. Ответственную должность займет хирург Владимир Семенов. Накануне министр здравоохранения Хакасии Владимир Титов представил его главе республики Виктору Зимину. Владимир Семенов – опытный практик. При этом он не только владеет современными техниками хирургического лечения пациентов, но имеет немалый опыт административной работы. Несколько лет Семенов занимал должность заместителя главного врача. Теперь же возглавит больницу номер два. У жителей республики появится возможность покупать продукцию местных фермеров дешевле. Это одна из главных целей проекта, предложенного властями Хакасии. Сократить расстояние между производителем и покупателем призван сельхозрынок. Его строительство уже ведется, однако глава региона Виктор Зимин попросил ускорить темпы. Он провел на объекте выездное заседание правительства. О его результатах наш следующий материал. Первый сельхозрынок строится в Абакане практически в центре, на улице Тельмана. Это аналог сельхозярмарок, только рынок будет работать каждый день. Сегодня власти обсудили и сам проект здания, и то, как будет организована торговля. В первую очередь цена. Здесь она будет ниже магазина на 15-20%. И торговать будут не только фермеры. Сегодня Виктор Зимин порекомендовал внести изменения в проект. Часть торговых мест оставят в резерв, чтобы жители сел, которые держат хозяйство, тоже могли встать на рынки. И с тремя литрами, чтобы не было возможно было продать. Все вещи только нужно взять. Те, кто это делает. Неужели мы деревенскую настоящую страну поедем? Только сельхозпродукцией рынок не ограничится. Здесь будут продаваться все социальные товары. Например, сахар. Всего в списке 25 позиций. То, что в Хакасии не производят, тоже будет дешевле. Отдельные скидки предусмотрены и для незащищенных групп населения. Пенсионеры, ветераны войны, труда, другие категории льготников. Здесь будут получать все продукты. Плюс еще будет цена более дешевая. Не понесут убытки и фермеры. Главный плюс для них – рекордно низкая арендная плата. Сейчас из сотни мест торговать на 60 уже есть желающие. Однако в правительстве понимают и все связанные с рынком трудности. Это и борьба с перекупщиками, и единые для всех правила торговли. Особенно в плане ценовой политики. Помните, я никогда эту историю не забуду с гречкой. Виктор Зимин порекомендовал Минрегиону изучить общероссийский опыт, а также поторопиться, чтобы уже осенью жители хакасских сел смогли продавать на новом рынке мясо. Кстати, подобный сельхозрынок появится и в Черногорске. С учетом абаканского опыта, его проект составят осенью. Полицейские Хакасии перекрыли канал поставки гашиша в республику. Несколько недель группа, подозреваемая в организации канала поставки наркотиков из соседней Тувы, находилась в оперативной разработке сотрудников полиции. Накануне днем они были задержаны в поселке Шира. При проведении оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны во время сбыта наркотического средства. Согласно результатам проведенной экспертизы, это гашиш. Вес наркотика составил 279 граммов. Задержанными оказались 23-летний житель Аскизского района и 22-летний абаканец. Установлено, что наркотик в Хакасию они поставляли из соседней Тувы. Кроме того, при осмотре автомобиля, в котором подозреваемые прибыли на сделку, сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще 176 граммов гашиша. Как выяснили оперативники, он принадлежит жителю Аскиза. В Хакасии за сутки произошло 4 пожара. Есть жертвы. Во всех случаях, по предварительным данным, причиной послужило неосторожное обращение с огнем, либо непотушенная сигарета. Накануне рано утром загорелся недостроенный дом в дачном массиве Мохова. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. А во другой случай уже в Шира закончился трагедией. В пожаре двухквартирного дома погиб мужчина, 59-го года рождения. Вероятно, задохнулся ядовитым дымом во сне. Поздно вечером сообщение на пульт диспетчера поступило и в селе Таштыб. Горела крыша частного дома. В течение 15 минут очаг ликвидировали. В столице Хакасии также не обошлось без ЧП. Неосторожность при курении чуть не стоила жизни молодой женщины. Из горящей квартиры на восьмом этаже с ожогами и отравлением ее вовремя вывели спасатели. Впоследствии она была госпитализирована в Абаканскую городскую больницу с диагнозом отравления угарным газом. И у нее ожог плеча 13% составил. Предварительно можно сказать, что причиной возгорания послужила непотушенная сигарета непосредственно самой хозяйке квартиры. Ввиду того, что она находилась далеко в нетрезвом состоянии, по итогам проверки, будет приниматься решение о привлечении нарушительницы к административной ответственности. Абакан становится городом, в котором хочется жить. Сегодня комиссия Министерства региональной политики осмотрела два объекта жилищного строительства. Вместе с ними, со своими будущими квартирами, познакомились дольщики. Репортаж Алексея Баинова. Дом 75 по улице Чехова еще в процессе строительства. Он находится в центре Абакана, поэтому цена жилья в районе 2,5 миллионов рублей. Да и квартиры здесь бизнес-класса. Общая площадь однокомнатной от 50 квадратов. И покупатели есть. Здесь, знаете, очень привлекательное место, учитывая, что здесь будет находиться парковка подземная. На сегодняшний момент в центре города это единственный дом, который будет располагать такими условиями. По планам строителей, во внутреннем пространстве между домами будет построена большая детская площадка. Игровые городки, качели, песочницы. Рядом магазины, офисы банков, фирм. Все условия для комфортного проживания. Второй объект на улице Торосова, 15. Квартиры с видом на Преображенский храм. Это здание уже в стадии отделки. В первую очередь будет сдаваться к концу года. Жилье здесь тоже элитное. Есть и двухуровневые апартаменты. Стоимость квадратного метра около 40 тысяч рублей. Пока идет строительство, есть и недоделки. Но заметны они в основном профессиональному взгляду. Да и время на их устранение еще есть. Я имею богатый опыт в строительстве. Уже больше 42 лет на стройке. Естественно, я заметил кое-какие моменты, которые я высказал своим коллегам. Хакасия, в частности Абакан, сегодня застраивается очень активно. Есть множество покупателей из других регионов, которые желают переехать к нам. Поэтому у застройщиков пока нет проблем с поиском клиентов. Высокая стоимость жилья обусловлена в первую очередь расположением домов и стоимостью земли. Но есть районы, где вполне можно найти бюджетный вариант. Всегда существует альтернатива, то есть приобрести либо жилье в центре, оно будет подороже, либо в других районах, там действительно разница в цене может быть на 20-30%. Так что все, что касается эконома, у нас этот класс тоже представлен. И однозначно это есть и панельные варианты домов, там стоимость квадратного метра подешевле. По данным министерства, в прошлом году в Хакасии введено в строй 170 тысяч квадратных метров жилья. В этом году ожидается увеличение до 190 тысяч. Алексей Баинов, Владислав Пустовой, Вести Хакасия. К борьбе с особо опасными вредителями и коноплей аграрии подключили авиацию. Вредители были выявлены на земельных участках площадью больше 12 тысяч гектар. Несмотря на очаги появления опасных насекомых, гибели посевов сельхозкультур не отмечено. Благодаря погодным условиям в этом году угодья не пострадали от саранчи. Зато ожидается вторая волна наплыва другого опасного вредителя – лугового мотылька, который способен нанести серьезный ущерб урожаю. Первые на очереди по обработке поля Устебаканского района. По мнению специалистов, серьезной опасности в регионе пока нет. Что касается уничтожения очагов дикорастущей конопли, то в этом году запланирована обработка тысячи гектаров. Уничтожение наркотикосодержащих растений с помощью гербицитов доказало свою эффективность. Обработанная конопля повторно не произрастает. Средство выбрано максимально безвредное для насекомых. Кстати, в большинстве случаев аграрии отказались от наземного способа внесения агрохимии, выбрав воздушный. По их мнению, высокая скорость обработки с помощью авиации делает этот метод результативнее. На эти цели в бюджете предусмотрено более 6 миллионов рублей. Помощь республике получат все районы Хакасии. В России заработал пенсионный калькулятор. Нововведение восприняли на ура. Многие уже воспользовались услугой и вычислили свою будущую пенсию. В том числе и первые лица государства. Премьер-министр Дмитрий Медведев узнал, что выйдя на заслуженный отдых будет ежемесячно получать 70 тысяч рублей. Все нюансы нововведения мы обсудим с Виктором Филоновым, управляющим отделением пенсионного фонда России по Хакасии. Далее в нашей ежедневной рубрике интервью. У меня к этому часу все. Увидимся на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин